Московская железная дорога совместно с администрацией города Балашихи организовали необычную поездку в электричке для жителей блокадного Ленинграда, детей войны и ветеранов-железнодорожников. Почетные пассажиры отправились со станции «Железнодорожная» МЦД-4, а уже в Москве на площади трех вокзалов к ним присоединилась группа ветеранов-железнодорожников. В вагоне Иволги пассажиров встречает творческий десант культуры города Балашихи. Это сотрудники трех домов культуры — режиссеры, музыканты, художественные руководители. Они поют песни военных лет под сопровождение гитары и гармонии. Конечно, поют не только артисты, но и все пассажиры необычного маршрута. Очень даже трогательно, очень трогательно. И мы даже не ожидали, что так будет. И хорошо, что о нас помнят. Электричка идет по маршруту Балашиха, станция Минская. И пока мы ехали до конечной остановки, нам удалось пообщаться с ветеранами. В День Победы каждый из них вспоминает тяжелое военное время. От голода висела голова на шее, как на ниточке. И я, например, говорила только одно слово. При входе в квартиру кого-то я всегда говорила одно единственное слово. Как вы думаете, какое? Булки, хлеб выговорить не могла в таком двугодовалом возрасте. А вот булка – это слог, который был единственным. Могут говорить все, что угодно про наш праздник. Но у нас в сознании и в душе – это великая победа, великое осознание подвига нашего народа. У меня тоже слезы радости. Да, сединой на висках, но в глазах слезы радости от этого праздника. А ветераны-железнодорожники не могли не оценить современные составы Иволги. Я же машинистом работал. Видно, что изменилось. Но я ушел совсем с работы в 2008 году. За это время, конечно, многое изменилось на транспорте. Все другое стало. Все стало лучше, красивее, удобнее. Вообще здорово все стало. На этом патриотическая акция не закончилась. От станции «Минская» организован трансфер на комфортабельном автобусе до Музея Победы на Поклонной горе. Здесь ветераны почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в зале Музея Победы. Самое важное, наверное, это глаза ветеранов, это их восприятие этого мероприятия. Я думаю, что у нас получилось. Уверен, что при поддержке РЖД эта акция может стать традиционной. И в преддверии 9 мая мы будем приезжать сюда разными составами. И молодежь, и подрастающее поколение, и современные герои. У ветеранов сегодня насыщенная программа. После возложения цветов для них проведут экскурсию по Музею Победы. Ну а после праздничный обед и фронтовые 100 грамм. Сергей Максимов, Виктор Копров, РЖД ТВ, Москва.